Еще раз добрый день и еще раз извиняюсь за свой голос, но я думаю, что опять же не помешает. Итак, давайте начнем, не важно, что там людей немало, я думаю, что зато вам будет более интересно и вы можете поспрашивать что-то. Так, на запись я все поставил, значит, меня зовут Алексей Ницца и вот сегодня мы поговорим вместе с вами об эффективных e-mail рассылках и формах подписки и посмотрим такие сервисы, как MailChimp, Unisender, возможно, если останется время, то еще и e-почта. Одна девушка в комментарии написала об этом. Так, если меня нормально слышно, то опять же еще напишите, чтобы я точно был уверен в том, что меня слышат. Так, Мария и Ирина пишут, значит, слышат, отлично. Так, ладно, тогда продолжаем и, значит, я хотел бы сказать спасибо большое нашему партнеру. Это фонд Focus Media, который предоставляет нам площадку, где мы с вами, собственно, встречаемся и общаемся на разные темы в виде вебинаров. Поэтому еще раз большое спасибо им. Пара слов о себе. Итак, меня зовут Алексей Ницца, в Теплице я являюсь вент-редактором и в том числе делаю еще видеоуроки. Это небольшие такие видео, с помощью которых вы можете узнать, как пользоваться тем или иным сервисом. В основном мы говорим про онлайн-сервисы, и вот есть ссылка. Вы можете туда перейти. Сейчас там на данный момент 39 видеоуроков, и вскоре будет пополнение, поэтому смотрите, и я думаю, что вам будет полезно. Опять же, это небольшие видео, всего где-то в пределах 8 минут, за которые вы можете узнать что-то новое и интересное для того, чтобы сделать вашу работу более эффективной. Так, переходим дальше, а Елена пока что-то пишет. Елена пишет, что слышно, окей. И хочу сказать о том, что если вы или ваши друзья пропустили вебинар по какой-то причине, но хотели бы его посмотреть, вы это сможете сделать в записи. Мы это делаем. И для того, чтобы это найти, нужно просто перейти на нашем сайте в раздел «Мероприятие» и в самый низ в этой вкладке перейти в раздел «Вебинары» и посмотреть список. Открыв каждый вебинар, вы увидите либо ссылку на него, как в старой записи, либо сейчас мы уже делаем, полноценно вставляем просто видео с YouTube, где вы можете смотреть. Поэтому я думаю, что если, например, вам понравится вебинар, вы можете показать его своим друзьям, также можете посмотреть пропущенные вами, либо посмотреть те, которые уже были, и, может быть, вы найдете что-то интересное в них. Быстрее переходим дальше и в двух словах, о чем вебинар. Собственно, во-первых, я не хочу задерживать никого и себя в том числе, и я думаю, что мы уложимся в час. И поговорим сегодня о том, что такое форма подписки на вашем сайте и что такое e-mail рассылка вообще и для чего она нужна. На самом деле, мне кажется, все об этом знают, но, может быть, какие-то нюансы вы узнаете и я от вас узнаю. Прошу прощения. И поговорим сегодня о таких сервисах, как я уже говорил, это MailChimp, Unisender и почта, если, опять же, останется время. Ну и, конечно же, я расскажу, собственно, для чего это вы используете, как, и я отвечу на ваши вопросы, если они есть. Вы можете их писать в течение, либо в конце, где я с радостью отвечу. Сейчас будет часть вебинара, когда я буду рассказывать именно вот так по слайдам, и вторая часть будет, она такая интерактивная, когда вы сможете наблюдать за тем, что я делаю на экране своего компьютера, а вы будете это смотреть. Собственно, я буду переключаться обратно, опять же, сюда, чтобы посмотреть ваши вопросы, но когда я буду показывать и говорить, я буду видеть только свой экран. Поэтому мне придется все-таки переключаться туда из окна в окно, чтобы быть в курсе того, что вы пишете. Так, с этим пока понятно, вопросов нет, это хорошо. Значит, начнем вот с чего. Значит, что такое форма подписки? Наверное, все мы с вами понимаем, что здорово было бы общаться со своей целевой аудиторией, да, если у вас есть сайт, если вы организация, если вы, там, не знаю, человек, который делает что-то полезное. И самый первый вариант, который может быть только, это, собственно, разместить на вашем сайте форму подписки, с помощью которой люди будут подписываться на вас, и таким образом будете пополнять базу. Базу людей, ваших приверженцев, которые будут читать ваши новости, возможно, какие-то еженедельные рассылки, опять же, это от вас зависит, и, то есть, будут следить за вами. Все это действует почему? Потому что до сих пор еще, как ни странно, когда есть социальные сети, другие каналы связи, электронная почта, имейл, да, у нас остается все еще такой действенной возможностью достучаться до вашей целевой аудитории. Если мы говорим про некоммерческие организации или какие-то гражданские инициативы, то здесь, скорее всего, это один из двух, наверное, каналов связи, и второй – это телефон, да, когда для людей достучаться можно именно таким образом в интернете. Поэтому до сих пор это все еще действует, как ни странно, вот, и это все еще удобно. То есть, перво-наперво – это форма подписки. Собственно, что такое форма подписки, да? Основная цель формы подписки – это создание вашей целевой аудитории, как я уже сказал. Если вы создали свой сайт или запускаете какой-то проект для того, чтобы понять, кто эти люди, вы можете, собственно, создать такую форму и разместить на своем сайте. Несколько слов о том, какой должна быть форма подписки. В первую очередь, она должна бросаться в глаза, то есть, человек, смотря на страницу, он должен понимать, что она, собственно, есть. И вот здесь, на нашем сайте, например, да, с правой стороны, среди новостей, у нас есть такая зона, где есть наша рассылка. Красным – это я выделил, это не у нас на сайте выделено, поэтому не думайте. Вот, поэтому, собственно, кнопочка «Подписаться с зеленым», она и так выделяет эту зону, и человек обращает внимание, он видит, что, если вы хотите получать свежие новости гражданских приложений в вашем почтовом ящике, то следует оставить свой e-mail, да, и, собственно, подписаться на рассылку. И после чего человек будет получать наши новости и обновления с нашего сайта. Итак, она должна бросаться в глаза, то есть, должна быть какой-то яркой. Стандартно, как говорят, форму располагают в правом верхнем углу сайта. На самом деле, сейчас это не очень сильно актуально, все зависит от дизайна вашего сайта, но, тем не менее, до сих пор еще есть определенные привычки у людей, куда они смотрят, да, например, как контакты, например, телефоны и так далее. Все почему-то смотрят в правый верхний угол до сих пор. Поэтому, если вы делаете форму, можете протестировать и попробовать разместить ее там. Если говорить, я, наверное, покажу это чуть позже, а теплица, там самая первая, главная страница, если вы хотите найти форму подписки, она прям буквально в первой строке, в горизонтальной, и там написано «Подписаться на новости». Я это тоже сейчас покажу. Какие еще варианты могут быть? Форму подписки можно закрепить в окне и оставлять ее в поле зрения во время прокрутки сайта. Это когда вы листаете сайт, например, у вас снизу есть строка, где написано «Подпишитесь», да, независимо от того, пролистываете вы или не пролистываете, она остается видна. Не все люди к этому положительно относятся, потому что иногда это раздражает и как-то хочется от этого избавиться, но обычно человек раздражается от того, что он не может изменить. Поэтому не всем это нравится, имейте в виду. Что еще? Еще можно делать всплывающее окно при первом посещении сайта. Опять же, это не всегда работает правильно, это все зависит от того, какая направленность деятельности вашей организации, поэтому вы можете попробовать это сделать, но не факт, что это будет всегда работать. Зато, возможно, вам это принесет определенное количество подписчиков. То есть уже такая практически принудительная подписка, с которой вы, собственно, ничего сделать не сможете. Поэтому нужно обязательно все тестировать. И когда вы делаете форму подписки, собственно, человек оставляет мейл. И что в ответ? В ответ он должен получить подтверждение о том, что он на что-то подписался. Вот, например, как вы, когда подписывались на вебинар, наверное, да, то есть вы видели, что после того, как вы заполнили форму на нашем сайте, вам там, во-первых, пришло уведомление по имейлу, а во-вторых, было написано, что вы подписались на участие в вебинаре. Поэтому в идеальном случае подтверждение должно быть следующее. Но оно должно содержать такие вот вещи. Например, в первую очередь обязательно это должно быть благодарность. То есть должны поблагодарить человека за то, что он подписался. Потому что, в принципе, он потратил свою силу, время какое-то, да. Поэтому благодарность, она обязательна. Дальше вы должны обязательно указать, что и предупредить человека о том, что, например, подписки, да, с вашего сайта будут приходить с определенного имейла, чтобы тот имел в виду. И, например, если по каким-то причинам этот имейл ваш попадает в спам, этот человек должен проверить спам, да, и внести, например, список контактов в ваш имейл, с которого вы распространяете информацию. Это не так сложно, об этом только нужно предупредить, потому что люди не все об этом знают. И я единожды, например, человек, зайдя в спам и добавив, например, тот контакт, да, там, то уже он больше не будет, это письмо добавляться в спам. То есть, ну, обязательно нужно говорить именно с какого имейла. Дальше обязательно нужно указать, что если есть какие-то вопросы, например, да, там, пусть или не пришло письмо, да, обязательно в подтверждение нужно указывать имейл. Потому что если человек, например, подписался, но он ждет письмо, и оно не пришло, он каким-то образом должен с вами коммуницировать. Поэтому если вы оставите письмо прямо сразу в подтверждение, это будет уже большой плюс. Да, презентация будет доступна для скачивания буквально чуть позже, так что я думаю, что вы сможете с легкостью ее скачать, да. Еще несколько слайдов вот о чем. Теперь мы поговорим об информационной рассылке, да. То есть, на самом деле, существуют как бы две стороны одной медали. Первое – это, собственно, набор массы, то есть набор людей, которые подписываются на вас, да. И второе – это, собственно, рассылка информации по этим людям. То есть, основная цель информационной рассылки – это написать письмо, на которое отреагирует нужным образом максимальное количество подписчиков. Почему оно тут сказано нужным образом? Потому что для каждой организации, собственно, цель, как бы, может быть разной, да. Но говоря о всех организациях или о всех компаниях, которые делаются, да, то есть цель единая. Чтобы человек, во-первых, открыл ваше письмо, чтобы он прочитал и понял, о чем оно, и чтобы он потом просто перешел по ссылке или сделал что-то, о чем вы написали или попросили его в письме, да, какой-то призыв к действию. В основном это какие-то ссылки, да, то есть чтобы человек перешел по ссылке. Если мы говорим о деятельности некоммерческой организации, да, то, в частности, информационные рассылки несут две задачи. Первая – это поиск пожертвований. И второе – это обязательно налаживание коммуникации, да, то есть это отношение с лояльной аудиторией, которая не просто ваша аудитория, которая изредка что-то читает, а именно лояльная. И она активно участвует в жизни вашей организации. Это очень важно. Переходим дальше, и вопрос тогда прям вскользь о том, а каким образом можно оптимизировать то, что вы делаете. Как я уже ранее говорил касательно, например, вашего сайта или еще каких-то других вещей, которые вы делаете в интернете, обязательно необходимо анализировать. То есть если вы проводите какие-то рассылки, да, обязательно анализируйте результаты. Опять же, сколько людей открыли, да, там ваши, например, рассылки, сколько людей перешло по вашим ссылкам и так далее. Далее я буду говорить об этих ресурсах, там, MailChimp, Sender и так далее, которые позволяют, собственно, анализировать вашу деятельность с рассылками. И это обязательно нужно делать. Дальше необходимо ввести график рассылок и оптимизировать их для того, чтобы понимать, в какое время лучше рассылать, да, и в какое время, например, ваша целевая аудитория лучше открывает ваши письма, и чтобы было более эффективным, собственно, сама рассылка. Потому что, например, если ваша целевая аудитория работает, например, да, а вы как бы не связаны с прямой деятельностью человека, ну, например, вы рассылаете по пожертвованию и так далее, прошу прощения, то, например, часто бывает так, что если вы делаете рассылки, например, днем, там, то человек обычно бывает на работе, и он просто не читает почту. Если, например, это не рабочая почта, да, то есть нужно делать либо поздно вечером, либо утром, либо как-то еще, опять же, это нужно тестировать. Таким образом, вы можете просто найти то оптимальное время, когда ваши рассылки открываются намного лучше. Всем так известно сейчас на слуху об тестировании, что это такое, это на самом деле просто механизм пробы разных вариантов ваших рассылок. Представьте себе, что, например, вы делаете информационную рассылку о каком-то вашем мероприятии или событии, да, по базе вашей, и в одном, например, там, письмо вы пишете по смыслу что-то одно, да, и во втором письме вы пишете тот же самый смысл, но другими словами. И вы смотрите, на какое, например, сообщение лучше откликаются ваши люди. Поэтому делая таким способом, да, и деля, например, вашу аудиторию, то есть ваших подписчиков на какие-то группы, например, да, вы можете на каждой группе протестировать и посмотреть, да, каким образом наиболее хорошо подходит для конкретной группы, например, там, то или иное письмо. Потому что это может варьироваться, например, и от возрастной группы, например, да, и от того, где люди живут и так далее. Очень много факторов, на которые надо обращать внимание. То есть, АБ-тестирование – это именно пробуйте различные варианты при поднесении информации в вашей рассылке, в ваших письмах. Очень важно хочу сказать вот о чем, что когда вы делаете вашу рассылку, обязательно должна быть кнопка «Отписаться», это во-первых. И, во-вторых, вы должны по возможности попробовать сделать опрос после кнопки «Отписаться». То есть, например, вы должны понимать, почему человек отписывается от вас. Возможно, ему что-то не понравилось, либо, возможно, он просто что-то не понял, да. И дабы не делать такие же ошибки в будущем, вы можете просто проанализировать это с помощью опросов и таким образом посмотреть, возможно, меньше людей станет отписываться, либо вы решите конкретную задачу. Почему нет? Естественно, что не каждый человек будет указывать причины, тем не менее, такую возможность людям надо давать обязательно. То есть, опять же, кнопка «Отписаться» должна быть всегда. Это очень важно. И последняя такая вот, ну, как бы рекомендация, да, для тех, кто делает рассылки. И перед тем, как вы ее отсылаете, попробуйте, собственно, прочитать ее от лица того, кому вы ее рассылаете, то есть, да, от лица получателя. Представьте себе, что вы обычный человек, вы, там, ваш читатель, да, и просто прочитайте то, что вы пишете, да, вообще вам будет это интересно или не будет, откроете вы или не откроете, перейдете по ссылке или не перейдете. Также без каких-то проблем вы можете спокойно это протестировать на своих друзьях или знакомых, да, которые не очень сильно знают, чем конкретно вы занимаетесь. Поэтому просто действительно нужно пробовать различные варианты. Таким образом, вы будете, во-первых, гибки в том, что вы делаете, да, и будете быстро воспринимать какие-то изменения. Таким образом, просто будете повышать эффективность вашей рассылки. Потому что, если, например, у вас, там, 10 тысяч подписчиков, но письмо ваше открывает, там, 100 человек, да, это совсем ничего, да. А если, например, у вас база 200 человек, но открывает 100 человек, это уже что-то. То есть, 50% открытия – это уже что-то, потому что, ну, там, понятно, что 100% тоже не бывает. Что еще хочу сказать? Как еще можно повысить эффективность? Понятно дело, вот, когда мы говорили про формы подписки, которые мы сейчас будем смотреть, собственно, в ресурсах, когда человек подписывается, да, он должен точно понимать, что он подписывается для того, чтобы получать какую-то ценную информацию. Поэтому, если вы или вы преподносите какую-то действительно важную информацию людей, покажите это, напишите, что именно человек получит, там, какие советы. Может быть, вы, там, за подписку будете давать какие-то бесплатные электронные книги или еще что-то, какие-то бонусы, то есть, сверх того, что человек ожидает. Обычно и намного эффективнее это действует, потому что человек это воспринимает как, ну, как подарок или приз. И тогда ему будет приятно просто, действительно. Также распространяйте информацию о том, что вы делаете, например, если вы делаете конкретную рассылку, например, касательно какого-то мероприятия в вашей какой-то компании, то почему бы и нет просто вставлять эту ссылку в подпись вашего мейла, да, и когда вы пишете кому-то, все будут видеть эту ссылку, и, возможно, перейдет кто-то, и вы уже получите какие-то дополнительные, получите дополнительных людей, которые также будут читать ваши рассылки. Пункт третий, может быть, странно звучит, но действительно надо создавать форму подписки, да, то есть, как бы не надо останавливаться на том, что уже есть, да, обязательно расширяйте вашу аудиторию, обязательно, тем самым, давая возможность новым людям просто подписаться и посмотреть, что есть. Поэтому, если вы думаете, что вы создали какой-то, например, там, вашу аудиторию или, там, список рассылки, то его не надо пополнять. На самом деле, ошибочное мнение пополнять нужно всегда и постоянно, потому что люди меняются, люди читают, потом отписываются и так далее. То есть, все просто, но нужно создавать форму. И четвертое, обязательно, как я уже говорил, надо переводить всех подписчиков, старается переводить в лояльную аудиторию. То есть, когда она не просто читает вас, но и как-то коммуницирует с вами. И для этого необходимо делать следующее. То есть, если вы, например, не коммерческая организация, у вас есть определенные какие-то призывы к действию, то необходимо чередовать эти призывы к действию с полезной информацией, которую вы даете людям. Потому что, если вы будете только просить о какой-то помощи, да, это очень-очень тяжело и очень неправильно, на самом деле, вот. И нужно обязательно рассказывать какие-то другие вещи. И не нужно делать обратную ситуацию, когда, например, если вы не коммерческая организация или какая-то организация, которая собирает какие-то пожертвования, но вы постоянно рассказываете какие-то интересные вещи и больше ничего, тоже вопрос тогда, чем вы занимаетесь и для чего вы это вообще все делаете. То есть, тут нужно найти какое-то соотношение правильное. Так, и сегодня я расскажу вот об этих трех ресурсах. Пока я говорю, вы можете написать, если какие-то вопросы по этому есть, что я уже сказал. И если есть, я отвечу, а потом продолжим. Да, а я пока говорю вот о чем. Значит, мы рассмотрим три ресурса. Первый – это MailChimp. Второй – это Unisender. И третий, если успеем, это e-почта. Ну, у меня большие сомнения, что мы успеем. Значит, в чем разница и отличие и сходство этих двух ресурсов? Значит, MailChimp – это англоязычный ресурс, а Unisender – это отечественный наш. Говорят, что с некоторыми почтовыми клиентами, то есть, там, и серверами почтовыми он работает лучше, то есть, письма редко уходят в спам. Но, как бы, это нужно проверять, опять же, да. И все, что касается MailChimp, также… Ну, то есть, это, опять же, нужно проверять. Нет стопроцентной уверенности, что вы, если человек подпишется на вас, и письмо, отосланное ему, не попадет в спам. Это все, как бы, все зависит от каждого пользователя. И не надо бояться о том, что MailChimp – это англоязычный ресурс. В принципе, там все понятно достаточно просто. И почему я рассказываю сейчас об этих двух ресурсах? Потому что они бесплатно позволяют делать минимальное количество рассылок. И каждый из них имеет определенное свое количество подписчиков, которые возможны, там, содержать в базе бесплатно. Это, ну, в среднем порядка двух тысяч человек. И порядка… Боюсь ошибиться сейчас, если скажу, сколько. Лучше давайте когда буду говорить, я покажу. Так, с этим, если все понятно, вопросов нет. Так, вопросов, видимо, нет. Хорошо. А сейчас тогда я переключу и буду показывать экран. Так, хорошо, давайте тогда перейду. Вы просто тогда можете развернуть полный экран и смотреть. Я тогда постараюсь сделать это побыстрее, но тем не менее. Итак, первый ресурс, о котором мы расскажем в лице меня – это MailChimp. Да. Все на английском, но достаточно все просто. Во-первых, я хотел сказать сразу, что можно посмотреть раздел «Прайсинг» и посмотреть, что бесплатно можно отсылать до 12 тысяч писем каждый месяц. И это до двух тысяч подписчиков. Бесплатно. И это будет всегда. На самом деле, это достаточно просто. Вы можете, значит, спокойно зарегистрироваться. Для этого нужно ввести свой логин, пароль и так далее, и тому подобное. То есть, форма регистрации достаточно банальна и простая. Я вам сейчас скину ссылку. Вы можете это делать, ну, потом, например, после. А пока я покажу, как это есть, потому что я уже зарегистрировал, естественно. Так, Казахстан. Да, конечно, правильно, да. Пусть будет Казахстан. День сегодня просто положительный. Так, ладно. Придется ввести какой-то код, который мне прислали на телефон. Ну, ничего. Итак, вот. Мы попадаем, значит, в главный раздел. На самом деле, не смотрите, что написано здесь. Смотрите на панель, которая слева. Значит, есть компании, есть templates. Это так называемые дизайны. То есть, или шаблоны. Дальше есть листы, это списки. Есть reports, это отчеты. То есть, отчеты ваших рассылок. Как раз о том, о чем я говорил, где можно посмотреть, кто сколько открыл, и так далее, и тому подобное. Automation, это при платных аккаунтах можно сделать так, что, например, когда человек на вас подписывается, вы сразу ему высылаете, например, какие-то письма. Но это доступно только в платной версии. Так, а если мы вернемся обратно и посмотрим на вас. Да, если какие-то вопросы есть, попишите. Я просто буду переключаться тогда по ходу и смотреть. То есть, самый простой способ, например, давайте создадим форму подписки. И для этого нужно что сделать? Для этого нужно создать лист. Сначала, куда эта форма подписки будет идти. Например, я делал тестирование рассылки. Неважно. Сейчас можно сделать еще один какой-то. Так, буквально секунду. То есть, нажимаем в правом верхнем углу create list и переходим в собственное название. Давайте назовем его вебинар. Тут надо указать mail, то есть, куда человек может отвечать. Если у вас корпоративный mail, вы можете его написать. Также я могу написать свой mail здесь. Можете написать от кого? От вашей организации, либо от конкретного лица. Дальше тут также нужно указать в этом поле, откуда, собственно, человек попал в ваш mail-list. То есть, что, например, вы участвовали в вебинаре. Отлично. Так, эта информация дальше не нужна. Также вы можете посмотреть, каким образом получать нотификации. То есть, уведомление о том, кто подписался на вас. То есть, вы можете поставить daily. То есть, каждый день вам будет присылаться один mail, где показано, сколько человек подписались. Либо по тому, как они подписываются. Один за одним. Либо как они подписываются. Мне кажется, что можно поставить daily, либо вот так, как кому угодно. И нажимаем save. Адрес. Адрес. Ну, какой-нибудь напишите адрес там, не знаю. Понятно. Адрес вашей организации. Адрес вашей организации. Так. Отлично. Теперь, как вы видите, создался еще один лист. В этот лист будут записываться люди из формы подписки, которую мы сейчас создадим. Я на секунду вернусь. И обратно. Так. Для этого я что-то делаю. Я нажимаю на, собственно, свой лист. Он пустой. Его можно, собственно, пополнить подписчиками с помощью импорта. Если мы нажмем вот сюда, то, как вы видите, очень много возможностей импорта с разных систем. Также можем загрузить файл CSV или TXT файлы. Либо подгрузить в Google Drive. Это тоже очень удобно. Также можно 7Bright убрать или других Google контактов, например. А если у вас нет импорта, вы можете сделать это вручную. Либо большой плюс – это sign-up forms. Это формы подписки, о чем я и говорил, которые можно создать и разместить на вашем сайте. Для этого, первое, нужно сгенерировать сначала форму. Значит, нажимаем на PLA. И, как мы видим, у нас есть какой-то темплейт, условно говоря. Где есть определенные формы, да. То есть, во-первых, вы можете изменить на отписи, можете изменить сами формы. С правой стороны вы можете поля добавлять прям перетаскиванием. Да. Вот я нажал, например, видите, и здесь можно писать что-то там и заполнять форму, и настроить все таким образом, как вам нужно. Для того, чтобы удалить, система делает таким образом. Вам нужно ввести слово delete, чтобы точно было удалено, потому что, чтобы не было случайных удалений. Удалить – это значит нажать на минус. Тут все по-английски, но большой плюс вот в чем. Если вы увидите, то тут есть translated. Это значит, что вы можете выбрать язык, на который хотите перевести. Например, русский. Вы находите русский язык. И видите, что вот таким образом переводится, да. Если что-то неправильно переводится, вы можете изменить перевод просто и писать так, как это должно быть. И нажать Save Translation. Теперь. Так как форма есть, то просто можно назвать, например, форму подписки. Как вы видите, здесь можно вставлять изображение, картинки и так далее, делать все, что угодно. На самом деле, она очень гибкая по возможности. Также, если вы два раза будете нажимать, то здесь вы видите окошко, где вы тут прям можете поменять текст. То есть я могу просто написать вот так. Галочка Mail Required, это значит, что человек должен обязательно отметить это поле для того, чтобы завершить подписку. После того, как я изменил, я называю Save. Save, Save. Так. Почему-то не нажимается. Ну, в любом случае, понятно, да, что если вы хотите изменить надпись и потом нажимаете Save Fill. По какой-то причине сейчас это не работает, по причине, наверное, интернет. Итак, вот у нас есть уже форма подписки, да. Здесь у нас есть на нее ссылка. Также есть QR-код, который вы можете разместить, да. И все мы знаем, что QR-коды удобны тем, что с помощью мобильных устройств. Например, если вы делаете какую-то штуку, связанную с мероприятиями, можете сделать постер, распечатать его везде, повесить. И сделать такой QR-код, тогда люди просто будут сканировать его и автоматически переходить на вашу подписку. Таким образом, сокращая этапы регистрации на ваши события. Значит, ну, вам нужно не просто сделать эту форму, да, но еще и вставить, например, на сайт. Как мы видим, например, вот наша форма. Я просто, видите, не изменил здесь некоторые штуки, но это не важно. Главное показать, как это работает. Существует очень много настроек. Там, включать поля, которые отмечены звездочками только, или включать все поля. Вот здесь можно выбрать, например, да. Но главное, что здесь генерируется код. Если вот этот код я скопирую, и специально я вот здесь вот открыл на сайте, и хочу показать, как это работает. Вставляю код, например, на свой сайт, то тогда я могу открыть эту страницу. И тогда у меня откроется эта форма подписки, которая сейчас загрузится. Как мы видим, вот она. Видите, она широкая, потому что я не указал ширину, например, да. Мы можем указать ширину здесь. Например, 400. Если я укажу таким образом, то, например, надо тогда код заново лучше вставить и обновить. При этом изменится ширина. То есть не во весь экран будет, а вот так. И тут можно настроить некоторые поля, которые плохо отображаются, но тем не менее, это работает. То есть, таким образом вы можете вставить эту форму подписки на свой сайт и собирать всех людей, которые есть в этот список. Так, с этим понятно. Окей, то есть, таким образом у нас есть уже списки, да. У нас есть список, и, например, для того, чтобы протестировать это, давайте мы просто возьмем, и я скопирую вам вот эту вот форму. Ну, а вы сейчас, например, кто смотрит нас, можете просто добавить туда себя, зарегистрироваться. Мы посмотрим, как это работает. Форму все видят? Надеюсь, что да. Теперь, переходя, например, в раздел «Вебинар», я вижу список. Но вижу, что пока подписчиков нет. Значит, давайте поговорим теперь о компаниях. Компания — это сами письма информационные, которые вы высылаете, например, да. Если я создаю компанию, это значит, что, во-первых, я создаю, например, какое-то регулярное HTML-письмо, где будет включаться не только текст, но еще и картинки. Например, выбираю это. И, например, выбираю, что это будет вебинар. И можно выслать всему листу, либо каким-то сегментом. Так как я там сегменты не делал, вот как раз про то, что Мария спрашивала, то можно выслать всему листу. Например, сегментировать можно, допустим, по городам, да, по тем городам, откуда у вас люди. Это, опять же, очень удобно. Дальше нажимаем «Next». И нажимаем, например, вводим информацию по названию, например, вашей компании. Так, у меня тут всплывает сообщение. Сейчас мы это как-то отключим. Секундочку. Ну ладно, просто не обращать внимания, не важно. То есть, продолжаем. Здесь вы можете указать subject, то есть то название письма, которое вы рассылаете. Например. Здесь вы можете указать, от кого это, и откуда мейл обратный, да. Можно нажать «Next». Либо пропустить верификацию домена. Но это можно сделать, потому что, если вы точно уверены, что ваш домен, например, отправляет достаточно хорошо письма через тот домен, ну, через тот мейл, который указан у вас как основной. И тут же вы можете выбрать, например, темы. Есть вот такие, есть с изображениями, достаточно много настроек, на самом деле. И, допустим, выберем такой. После чего нам нужно просто сформировать то письмо, которое мы хотим сделать. Это сделать достаточно просто, потому что, во-первых, здесь есть блоки. Мы можем это перетаскивать, удалять, картинки вставлять. На самом деле все просто. Мы можем вставлять социальные кнопки, код свой какой-то конкретный и так далее. Например, код кнопки пожертвования. Это очень удобно, действительно. Тогда человек может сразу это сделать в письме иногда, либо просто перейти по ссылке и таким образом сделать вам пожертвование. Мы можем просто удалить какие-то лишние блоки, которые нам не нужны, и оставить то, что есть. Ну, я не знаю, давайте там уберем вот это все просто. Оставим картинку. Большую и какую-то надпись. Так, здесь мы можем нажать на это, на редактирование. Тогда мы увидим, что мы можем изменить надписи. Например, так. И нажмем Save. И, допустим, вот это удалим и оставим таким образом. Значит, у нас есть еще здесь поле, которое также можно изменить. Допустим так. И теперь мы можем нажать превью. И мы видим, как это отображается у нас. Во-первых, в десктоп-версии, да, слева и справа на телефоне. Как мы видим, все достаточно интересно и достаточно хорошо видно. Вот эту всю информацию, когда мы заполняли о нашей организации, как мы видим, она отображается в подписи. Так что имейте в виду, это очень важная информация. Я взял ее из головы, честно говоря, поэтому нужно именно активно и правильно проверять правильность указания информации. Тогда все люди будут знать, что вы за организация, как с вами связаться и так далее. Там можно указать свой мейл, сайт и так далее. То есть, таким образом, когда вы создаете информацию, значит, когда вы создаете письмо, вы обязательно должны это проверить. Далее мы нажимаем Save and Exit. И все, и мы можем теперь запланировать отправку. Нажимаем Next. И через какое-то время у нас никто, видите, пока не добавил. Сейчас я переключу назад. То есть, никто не внес в себя, да? Может быть, вы все-таки как-то внесете? Меня кто-нибудь вообще слышит? Хороший вопрос. Почему-то все еще показывается, что нет подписчиков. Может быть, потому что не обновлено? Нет, подписчиков все еще нет. И тогда мы... Давайте нажмем назад, чтобы посмотреть все-таки еще раз. Перейдем в основное меню, потому что так что-то я запутался, честно говоря. Так, входим мы вот в это. Так, и мне кажется, что я не сохранил. Тогда я не буду просто мучиться. Я оставлю информацию, которая здесь есть, прям так. Нажму Next и покажу, что дальше. Во-первых, это нельзя сделать, видите, тут есть кнопочка Resolve. Нужно обязательно убедиться в том, что вот эти вот красные пункты, которые есть, их нужно проверить, чтобы они были правильными. В общем, таким образом, когда вы все проверите, вы можете нажать клумбочку Send и сделать это прямо сейчас, либо сделать запланированные публикации, и таким образом отправив ваше первое сообщение. Так, подтверждение подписки. Окей. Давайте я перейду в свою почту и проверю это. Может быть, я должен нажать на что-то? Так, сейчас мы создали листы, и тогда посмотрим просто... А, я понял, в чем дело. Я понял, в чем дело. Так. Давайте попробуем еще раз это сделать, потому что, видимо, я просто указал не тот мейл, который нельзя вводить, то есть наш, который корпоративный, я ввел лично Gmail-овский. Например, я вот сейчас пишу себя и посмотрим, что будет. То есть, смотрите, когда я так заполнил, я должен получить мейл. Имейте в виду, что он может попасть в спам. Да, видимо, это не быстрый процесс, и в любом случае вам должно, да, прийти подтверждение на ваш мейл о том, что вы подписались, вы должны нажать, что да, я согласен подписаться на эту рассылку. Ну, почему это так быстро не работает, сложно сказать. Да. Сожалею, что так получается, но вот я не могу вам это показать быстро. Да, просто, возможно, это нужно какое-то время, к сожалению, видите, нужно подождать, и тут ничего не сделаешь. Возможно, оно просто придет, там, в течение пяти минут, может быть, нет. То есть, в любом случае, когда вы делаете таким образом, то каждый человек получает уведомление, и он должен нажать, согласен или не согласен, получает рассылку тогда, либо он может отписаться, потому что многие делают это как бы специально, берут чужие имейлы, как-то копируют из базы и подписывают на свои рассылки. Таким образом, этот сервис избегает возможности подписки вас на чужие рассылки. Это тоже в этом плюс. В каком-то смысле это минус, но и плюс тоже. То есть, таким образом, когда вы формируете форму подписки и размещаете на своем сайте, то люди будут падать вам в лист, и после чего вы сможете отсылать уже просто по вашему листу все те письма, которые необходимы. Давайте тогда просто перейдем в лист и попробуем вручную ввести... Нет, это не то письмо. Да, странно. То есть, если я нажимаю Add Subscriber, то я здесь могу прямо вот сразу ввести просто человека. Например, я ввожу себя. Просто давайте я покажу на примере себя, чтобы действительно вас не мучить и себя в том числе. И как я хочу получать как текст или как HTML. И дал ли мне человек разрешение на то, что я добавляю его в этот лист. Я говорю, что да, дал. После чего я делаю вот что. Я захожу в компанию и нажимаю на то, что мы уже создали. Это рассылка по участникам вебинара. Тут надо указать, например, свой мейл, потому что я тогда указывал неправильно. И опять же тут верификация на... А, вот, кстати, вот пришло письмо. Вот такого содержания, видите? Вам тоже оно, наверное, должно было прийти. Пожалуйста, подтвердите подписку в шелкин-сиде, чтобы подтвердить вашу подписку на вашу рассылку. Таким образом. И вот мейлчим прислал мне уведомление о том, что я должен пройти верификацию, ну, то есть, что с почтой. Это именно моя почта, через которую я произвожу рассылки. Все окей. Теперь для этого необходимо еще нажать Resolve. Ну, или обновить, наверное, просто... Так, давайте нажмем Resolve. Давайте попробуем сделать это вручную, ввести код. Отлично. Давайте... Да, давайте, ладно, вернемся тогда, в общем, к демонстрации просто слайдов, потому что, ну, к сожалению, технические неполадки и действительно очень много потрачено впустую. Давайте я просто поговорю с вами и отвечу на ваши вопросы с радостью, потому что очень тяжело. Вот. Ну, действительно, это занимает какое-то время, видите? И верификации все, и поэтому сложно это все. Значит... Да, пожалуйста, конечно, можете покинуть. Хорошо. То есть, если у кого-то еще есть вопросы, я с радостью отвечу, а так... Ну, спасибо, что послушали. Возможности верификации отключить у Марии нет, потому что, по сути, это большой плюс, еще раз говорю. Так как она есть, вы можете подписать именно как бы свою почту, и чтобы просто другие люди не использовали ваш мейл для того, чтобы рассылать чужие рассылки. Поэтому это занимает какое-то время, буквально настройка занимает один день, да, допустим, вы потратите его, но тем не менее вы тогда сделаете большой плюс для того, что вы делаете рассылки. То есть, отключить рассылку с точки зрения пользователя и у MailChimp тоже нельзя, потому что... То есть, это вот как раз право быть добавленным. То есть, человек сам должен еще раз подтвердить, что он добавлен в список рассылки. То есть, только так. Ну, в принципе, если человек мотивирован, да, подписаться, он в любом случае нажмет у себя в мейле, почему нет. Я показывал это сейчас. Когда вы, в общем, вручную делаете... Сейчас я скажу, как это делается. Там нужно поставить галочку о том, что человек дал вам разрешение добавить его в рассылку, в список рассылки. Но в любом случае он получит на свою почту письмо, где ему будет необходимо нажать все равно на кнопку подтвердив тем самым, что он подписан на эту рассылку, на этот список. Ну, то есть, вы имеете в виду... Вы это точно знаете, что они получают? Потому что, мне кажется, что должно пройти время, человек получает или нет. Давайте еще раз. Я просто это проделаю сейчас. Да, я понял, о чем вы говорите. Значит, получается следующим образом. Да, когда мы используем форму подписки, тогда человек нужно получать мейл на свою почту и переходить, то есть, нажать на кнопку, что да, действительно, я хочу подписаться. Когда его подписывают с помощью каких-то других форм или импортируют, например, из базы, то они, да, действительно не знают. Но, тем не менее, когда вы первый раз высылаете какую-то почту и так далее, да, ну, просто, или когда вы создаете письмо, то 100% что там будет кнопка отписаться от рассылки, потому что вы не можете выслать письмо без этой кнопки. Обязательно должна быть подписаться, ой, отписаться. То есть, человек, даже если его принудительно был каким-то образом добавлен, то, получив первое письмо, он имеет шанс отписаться от рассылки. А где она? Сейчас посмотрим. Вот я показывал буквально вот внизу, когда мы делаем дизайн, сейчас я просто открою. Давайте я попробую еще раз показывать экран. А ее не надо настраивать, это автоматически происходит. Вы просто можете изменить текст. Вы не можете ее убрать даже. То есть, форма отписки, она вот такая. Так, если вы сейчас попробуете, вы должны видеть то, что я показываю. То есть, вот форма черная, которую я делал, и внизу, вот видите, unsubscribe from this list. И вот эту кнопку вы не можете изменить. то есть, вы не можете ее удалить. Но все равно она у вас всегда будет, даже если в тексте. если мы так вот удалим и обновим, то все равно, видите, unsubscribe from this list. так, еще раз. Какая-то двойная верификация. Где она? Я знаю, что ее можно как-то настроить, но не знаю где. Значит, когда человек подписывается и подтверждает, вам нужно что сделать? Что когда вы импортируете контакты с листами и подписываете их на какую-то рассылку, чтобы им приходило это письмо или чтобы оно не приходило? Вы просто можете делать очень просто. Значит, разослать первое письмо и сказать, что мы вас подписали на такую-то рассылку и все. То есть вы создаете лист, импортируете туда контакты, создаете первое письмо, в котором пишете о том, что они подписаны на такую-то рассылку. По-моему, вот это самый простой способ, чтобы не искать настройки. Тем самым, это дает вам возможность рассказать более подробно о том, что вы делаете, какая рассылка будет и так далее. А то представьте, смотрите, человек подписывается, ему приходит автоматическое уведомление, что вас подписали на какую-то рассылку. Ну, допустим, какое-то название есть. Но это же не дает более полной информации о том, для чего эта рассылка. Поэтому мне кажется, что лучше использовать именно такой способ, когда вы создаете первое письмо и рассылаете и в более приветственной форме, чем автоматическое письмо, пишете, что мы вас подписали, там, потому-то, потому-то, это классно для вас будет, полезно и так далее. То есть тогда человеку будет интересно. Да, Мария, спасибо вам за вопрос. Тогда спасибо всем за участие и я уже тогда на этом прощаюсь. Всем спасибо.